Что-то под ёлкой не вижу шоколад, да и конфетам я был бы очень рад, да и конфетам я был бы очень рад. Кто-то не слышит, о чём я сейчас пою. Харитоша, да всё я слышу. Чего тогда ждёшь? Ты лучше мне скажи, ты костюм приготовил на Новый год? Да, я буду Дедом Морозом. С чего это? С того, у него подарков в мешке знаешь как много, там и конфеты, и мандарины, и яблоки, и шоколадки разные. Так Дед Мороз раздаёт это всё мальчикам и девочкам. И ничего себе не оставляет? Конечно нет. Тогда я, ну, тогда я, ну, слушай, а у тебя есть костюм мальчика? Остался последний барабан и ёлочка украшена. Вот здесь ему, пожалуй, будет самое место. А конфетки что, не будешь вешать? Харитоша, конфеты тебе Дед Мороз принесёт. Э, ты, так, ты знаешь, вообще-то, без конфет как-то не сверкает ёлочка. Пока Дед Мороз не пришёл, дай конфетку. Сейчас, подожди, нетерпеливый ты мой. Что сразу нетерпеливый? Сам погибал маленький, такой же был. Вот тебе конфета, смотри, называется Харитошка. Держи. Ха, прикольно, Харитошка держит Харитошку. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Харитоша, ты сегодня помог мне украсить ёлочку и за это я сделаю тебе Деда Мороза. Ура, 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 ура. Из чего будешь делать? Сейчас всё увидишь. Умеешь ты заинтриговать. Эй, не забудь подписаться на канал и лайк поставить, если видео понравится. Ребята, привет! Сегодня я буду делать для Харитона клубнично-бананового Деда Мороза на палочке. Кстати, в видео мы с Харитоном где-то допустили одну ошибку. Кто первый её найдёт и напишет в комментариях, тому я отправлю 100 рублей на счёт мобильного телефона. Деда я буду делать на досточке. Я взял один банан, клубнику, сахарные карандаши трёх цветов, зефир маршмеллоу большой и маленький. Деревянную шпажку, две зубочистки и пластиковый нож. Ты пока начинай, я от Джингл Беллс пойду сыграю. Давай, чтобы к Новому Году играл её хорошо. Постараюсь. Ой, бегу, бегу, бегу. Ребята, сейчас я вам сыграю. Только не судите строго, мне медведь Валера на ухо наступил. Так, сейчас буду делать шапку. У клубники надо отрезать верхушку. Так, пожалуй, перед этим я приподниму вот эти зелёные прицветники. Вот так. И отрезаю. Смотрите, нож пластиковый, с клубникой справляется легко и просто. Так, отлично. Настало время зефира. Отрезаю примерно третью часть. Смотрите, а вот зефир уже режется с трудом. Хотя можно было использовать и ножницы. Так, отрезал. Слегка расправлю слипшиеся края. Зефир будет имитировать белый мех на шапочке. Так, ну думаю, достаточно. Теперь беру зубочистку и нанизываю на неё отрезанную часть зефира. Так. Вот. Далее идёт клубничка. Её также нанизываю, как и маршмеллоу. Так, ещё чуть-чуть. Вот получилась шапка Деда Мороза. Но я проталкиваю зубочистку до тех пор, пока её конец не появится на кончике клубники. Теперь беру мини маршмеллоу. Это будет помпончик. Накалываю на кончик зубочистки. Вот. Ну, получился прикольный колпачок Санта Клауса. Так, этот конец зубочистки очень короткий, поэтому я ставлю ещё одну. Для того, чтобы колпачок хорошо держался на голове. Поправляю, так сказать, мех. Вот такой головной убор получился. Мне скучно. Секундочку. Вот, держи. Ой-ой-ой, что это за картинка? Это шоколадный пазл, Харитон. Пазл? Первый раз вижу такой пазл. Ха-ха. Сейчас я тебе объясню, что это. Объясни. Смотри, пазл это такая головоломка, в которой нужно составить полную картинку из отдельных кусочков различной формы. В нашем случае это шоколадные кусочки. Эй, ничего мне ломать не надо, головоломка. Мне моя голова ещё пригодится. Да не переживай ты, это так просто говоря, потому что нужно, так сказать, напрячь, ну, поломать свои мозги, чтобы собрать её. Вот, в итоге ты должен собрать такой рисунок. А, ну всё понятно. Сейчас попью водички и продолжим. Насчёт собрать надо ещё подумать. А вот как скушать, я-то быстро соображу. Пойдём со мной пазлик. Вытаскиваю пластиковую рамку с фрагментами. И что дальше? Сейчас высыпаю всё и тщательно перемешиваю. Ой, хватит мешать, хватит. У меня, по-моему, уже точно мозг начал ломаться от этой разберихи. Теперь можешь собирать. Да уж, спасибо. Теперь беру банан и очищаю его. Главное, банан должен быть не переспелым, иначе он будет мяться и ничего не получится. Очистил. Теперь отрезаю маленький кончик. Вот. И теперь небольшой кусочек банана. Этот кусочек будет служить головой Деда Мороза. Сейчас соединяю колпачок и голову с помощью зубочисток. Вот так. Слегка поправлю. Колпачок готов. Теперь для того, чтобы фигуру было удобнее держать, её нанизываю на шпажку. Прокалываю банан. Так, можно ещё немного глубже. Ну, пожалуй, хватит. Отлично. Теперь пришло время сделать дедушке красный нос. Теперь белым нарисую усы. Готово. Так, сейчас нарисую ему губы. Аккуратненько, буквально капельки будет достаточно. Вот так. Сейчас зелёным нарисую глаза. Дедушка будет у меня зеленоглазым. Всё, ребята. Зацените, какой у меня получился дед. Да, не хватает ему ещё бровей. Как же так, это непорядок. Готово. Ребята, как вам нравится, ставьте лайк за деда. Давай помогу. Этот элемент ставлю сюда. Это ноги снегурочки. Теперь этот, его надо развернуть. Это часть мешка с подарками. И в левый нижний угол идёт низ шубы деда мороза. Всё, мы с тобой собрали пазл. Ты сам практически его собрал. Молодец. А теперь пойдём покажу, что у меня получилось. Пойдём. Вау, вот это дед мороз. Клёвый? Конечно клёвый. А почему ты одного сделал? Ты что, не ешь таких? Ем ещё как. А, понятно. Значит себе сделаешь. Ха-ха-ха. Ребят, у меня на этом всё. Ставьте лайк, если понравилось видео. Поделитесь видео с друзьями. Это будет большой поддержкой для меня и Харитона. Кнопочка поделиться под видео, если что. А мы вас всех поздравляем с наступающим Новым Годом. Желаем вам всего хорошего. Пусть сбудутся все ваши мечты в Новом Году. Пока. Мы вас любим. Пока. Пока. Пусть сбудутся. Пусть сбудутся.